История Церкви Я вижу несколько церквей, которые сами себя так называют организацией, я вижу очень большие церкви, маленькие церкви, я вижу разные сообщества, это все объединение людей. Историю какого именно объединения людей я бы хотел узнать, какой историей церкви, которой историей церкви я бы хотел заниматься. Понятно, что для ответа на этот вопрос надо сперва ответить на вопрос о том, а что такое собственно церковь. А чтобы ответить на вопрос о том, что такое церковь, надо ответить на вопрос о том, кто такой человек. Потому что церковь, как ни определяй, это нечто, что включает в себя людей, даже не просто человека, а людей во множественном числе. И вот тогда мы можем говорить о том, что есть два возможных способа определения церкви и жизни в церкви. Церковь как остаток и церковь как сумма. Церковь как остаток более понятна для воцерковленных людей, для верующих людей, потому что образ остатка, он встречается в Библии, в Ветхом Завете, оттуда он переходит и в Новый Завет. И на протяжении многих веков этот образ малого остатка, причем именно маленького остатка, он есть и в Евангелиях, он играл и играет большую роль в психологии людей. Маленький остаток. Вспоминаю чудный мультфильм, небольшой, английский. На мосту через Темзу стоит джентльмен и собирается прыгать вниз. К нему подходит прохожая, леди и говорит, остановитесь, остановитесь, Бог любит вас. Он на нее смотрит и говорит, вы верующие. Удивление естественное, потому что в Англии не так уж много верующих. И встретить вот именно на мосту в такой момент, это некоторый промысел Божий. Да, говорит она, вы христианка, говорит он. Да, говорит она, и вы христианин. Да, говорит он. А вы, спрашивает она, присвятерянин? Да, говорит он с восторгом. И я присвятерянка. А вы присвятерянка правого направления или левого? Левого, говорит она, с еще большим восторгом. Такая между ним возникает близость. Так вы, спрашивает она, считаете, что в храме женщины могут сидеть на первых трех рядах? Конечно, нет, говорит он. Ну и прыгай, говорит она, гореть тебе в аду, еретик проклятый. Вот это и есть церковь остатка. То есть вычитаем из церкви тех, потом этих, потом этих. И в результате, как мне доводилось читать в интернете, один американский верующий, православный, англоязычный христианин сказал, мы все понимаем, что в Америке верующих почти нет, но около пяти человек наберется. Таких людей можно найти в любой стране мира. Маленький остаток. Нас осталось мало, мы да наша боль, как пел Булата Куджава. Нас осталось мало, мы да наша вера, мы да наш Господь. Он даже уложится в размер. Что означали слова о малом остатке для пророков и читателей Ветхого Завета? Они означали огромный шаг вперед в развитии отношений с Богом. Они означали, что если для наших предков, которые жили там, в высокогорьях, как Абхазы, для них все было очень понятно. Если ты еврей, ну, или хананей, неважно, евреи тогда были частью народа хананеев, то веруешь в Бога каждое воскресенье, выезжаете, зажариваете барашка, ну, Богу кусочек сжигаете, сами едите все остальное, вы нормальные верующие, вы есть церковь, вы собранные Богом. Остальные все, трудно сказать, что это люди, обреченные на гибель, они не люди. Но не люди, как для Гитлера, евреи же не были людьми. Ну, так и окружающие, они язычники, они говорят на каком-то псевдоязыке. Слово язычник в этом смысле означает как раз не тех людей, которые владеют человеческим языком, а тех, которые не владеют. Кремлены называли это варвары, они не говорят, они только бармочут, бар-бар-бар. И в этом смысле вот семья – это и есть церковь, или деревня – это и есть церковь. Все, вот все, кто живет в каком-нибудь техасском городе, в Уэйка – это церковь. В соседнем городе – это надо разбираться. Какие у них там теологические взгляды, правильно ли они рассаживаются в церкви и тому подобное. Ну, мы здесь все по определению, вот нас Господь собрал, мы спасенные. И это от отца к детям, дети вырастают, у них свои дети, так оно и тянется. И будешь благословен, и у тебя будет потомство, как песок морской и звезды на небе. Чудная идеологическая картина, которая разбивается об один железобетонный факт человеческой жизни. Верующий ты верующий, а Каин убивает Авеля, а Саул преследует Давида, который его любит, ему служит. А в человеке есть рациональное зло, в человеке есть грех, в человеке, в конце концов, есть человечность. Не та человечность, которая у Бога, милосердного, доброго, любящего, а та человечность, которая у Адама с Евой, кричавших друг на друга, бивших посуду, помыкавшими друг другом. Что мы знаем об Адаме и Еве, кроме того, что это были обычные люди, они стали обычными людьми, а были божьими. И поэтому семья с семьей, собрание с собранием, да, верующий Бог благословил и бесконечные войны, междоусобицы, раздоры, смертоубийства. Именно, как говорят ученые, смотрят статистику, большинство насилия в мире, большинство убийств в мире совершаются в семье. Ни одна мировая война, ни одна Колыма не унесла столько в жизни, сколько унесли обычные, мелкие, неурядицы по поводу недомытой посуды, неумение оценить труд жены и прочих мелочей. Потому что это накапливается и за дня в день. Кто-то добывает уран из руды, а человек обладает колоссальной способностью извлекать из повседневной жизни, из космоса, который переполнен Божьей энергией, Божьим присутствием, извлекать крохи, озлобленности, подозрительности, агрессивности и соединять их. И тогда какое же тут спасение, какая же тут церковь, война всех против всех, озлобленность взаимная. И вот тогда, значит, где-то это там 7-6 века до Рождества Христова, появляется учение об остатке. Это совпадает с катастрофой в жизни евреев, когда Иерусалим разрушен, многих просто поубивали, наиболее ценные кадры выводятся в Вавилон, селятся там отдельные колонии, она существует до сих пор, немножко евреев даже сейчас там осталось, ну это буквально единицы. Но вплоть до 80-х годов 20 века вавилонские евреи существовали. Многие вернулись в святую землю в 6-м столетии, но многие оставались. Это же процветающая была страна, потом изменилось в течение лет и так далее. Тем не менее, один из самых авторитетных источников по тому, как жить с Богом, это именно вавилонский талмуд, написанный уже спустя несколько веков после Рождества Христова. И вот тогда встает вопрос, за какие грехи? И тут Бог через пророков медленно, в рифму, ну точнее с таким протопоэтическим размером, напоминающим силлобическую поэзию России 17 века и Украины 17 века, объясняет, что это потому, что сильные и богатые обирали нормальных большинство людей, сосредоточивали в своих руках власть, деньги, влияние, обижали вдов. Вдова в древнем Израиле – это такой золотой стандарт беспомощности, патриархальное же общество. Если есть ребенок, еще ладно. В Израиле – это даже не самая плохая ситуация. Вот в Индии это действительно очень тяжелая ситуация, вплоть до сего дня, как сказал бы преподобный Нестор Литописец, даже до сего дня, потому что тысячи вдов из-за того, что браки заключаются с очень маленькими девочками, фиктивными, а потом Гужья умирает, второй раз выйти замуж нереально, а родителям они не нужны лишние голодные рты. Убийство девочек в очереди матери в многих индийских штатах победили, а в некоторых до сих пор нет. Но и в Израиле это была проблема. Несправедливость использования своих способностей, своих богатств для того, чтобы раздавливать других, унижать других. Вот этим переполнены книги Исаии и Иеремии. За это Господь не пощадил народа своего. Все будет снесено. Снесено. Как виноградник. Раз, и его сносят. Он заражен жучком. Как во Франции в XIX веке. Раз, и все виноградники погибли. Пришлось завозить по новой саженце из Латинской Америки. Но маленький остаток спасется. Корешок. В Латинской Америке тогда не было. Останется несколько. Несколько. И вот из них вырастет новый виноградник. Вот оно учение об остатке. Но это не учение о том, что спасутся немногие. Это учение о том, что спасутся немногие, чтобы из них появилась новая, спасенная церковь. Я еще раз повторяю, церковь – это прежде всего любое соединение, любая организация, сообщество. Ну, вот давайте говорить слово «единение», «единство». Единое человечество, в этом смысле церковь и человечество – это синонимы. Мы-то просто проводим такую вот границу, что церковь – это вот крещеные, верующие, еженедельно ходящие в храм, а человечество – это все очень мило. Но, извините, в раю будем мы, а вы будете… Где? Ну, мы будем в раю, а вы, ну, посмотрите сами. Но еще не поздно и к нам. К нам, да. Церковь – остаток. Церковь за вычитанием тех, кто недостоин. В результате церковь стремительно приближается к нулю. Нет человека, который был бы жив, а не согрешил, говорит Библия. Тоже откровение Божие. А с другой стороны, да, нам нужно это открывать. Колумба открыл Америку, а Бог нам открывает нас. Сколько бы мы ни крестились, ни причащались, ни исповедовались, а все равно мы продолжаем вот эту адовую работу, как сказал бы Владимир Владимирович Маяковский, по добыче зла из огромного светлого Божьего мира, накапливанию, чтобы радиация была посильнее, чтобы враг погиб. Ну, мы тоже, конечно, обожжемся, но мы об этом как-то не очень задумываемся. Ну, нужна вам такая церковь? Нет. Поэтому люди, которые все-таки не готовы рассматривать церковь как человечество, они принимают некоторые меры предосторожности. Они пытаются создать хороший остаток, правильный остаток. И так появляется церковь, позвольте мне сказать, сектантского типа, хотя слово «секта» я чрезвычайно не люблю, оно антинаучное. Когда-то оно обозначало в германоговорящих странах, что вот есть государственная церковь, а есть секта. То есть для католической Австрии православные и лютеране были сектанты, не говоря уж об иудеях. Но обычно секта относила их к христианам. Иудеи – это вообще иноверцы. А это инославные, но сектанты, отделенные от государства. Государство – вот что важно. Государство – представитель единства. Но секты у англичан этому соответствует слово «parochial». Оно, как ни странно, греческое – грецизм, проникший в английский язык. По-гречески «parochia» – это приход, община, как у нас, приход. Значит, «parochial thinking» – мышление приходское. То есть для людей кругозор, как принято говорить, туннельное мироощущение. То есть вот они видят свой маленький приходик, церковь, ко в нем 30-40 человек в ней. За ее пределами ничего не существует. Проблема глобального потепления, проход кораблей через Армургский пролив, в Судане гражданская война, черные дыры, белые карлики. Нет, ну, есть вот жизнь, какой она была в течение веков. Ну, что мы тут будем заниматься тем, что нас прямо не касается? Это патриархальный вариант, такой вот замкнутой в себе инкапсулированной церкви. Есть модерный вариант того же самого. Он возник, наверное, пожалуй, впервые, можно о нем говорить, в веке в 11-м, крестоносцы. Движение крестовых походов было в сущности первым общественно-религиозным движением в истории христианства. То есть не сверху, а именно снизу люди давали обеты, шли в святую землю. Большинство безоружными шли и гибли в дороге. Ну, практически все погибали. И кто с оружием шел, погибали, в конце концов, никого не осталось. Но, наверное, нам ближе в 16-е столетие, когда Игнатий Лаилов создал свое движение, движение иезуитов и иисусиков, так я бы перевел это название на современный русский язык. И в этом движении не носили особых подрясников, никак не выделялись, это была принципиальная установка. Но, прежде всего, это движение подчиняется римскому папе и заботится прежде всего о римском папе. Это строго централизованное движение. Римские папы не всегда были рады такому подарку, потому что им нужно сохранять хорошее отношение со светской властью разных европейских стран. А иезуиты эти отношения портили своей ревностью по Боге, по Христу, по римскому папе. Папа часто шел на компромисс, а иезуиты хотели как лучше и мешались под ногами. Дошло до того, что в конце 18-го века римский папа запретил иезуитов идти укрой в России. В России Екатерина Великая запретила оглашать, публиковать указ о запрете иезуитов Ватиканом, а без этого указ был недействительным, и иезуиты могли его не слушать. И они в результате, ну, конечно, это со стороны Рима была уловка. Папу, уступая Франции и ряду других держав, все-таки иезуитов попридержал в такой камере хранения. Россия выступила в роли камеры хранения для отцов иезуитов. И в 19-м веке, почитайте роман Женосю «Агосфер», про вечного жеда, извините за вооружение, там одна из самых страшных сил – это иезуиты, они, ну, как потом сионские мадрецы. И вы понимаете, вышел странный пердомонокль. Римы-католики страшно боялись вот сионских мадрецов, евреев, это уже антисемитизм второй половины 19-го века. В начале 20-го века в римы-католических семинариях обязали переносить антимодернистскую присягу, сопротивляться масонам, евреям и так далее. И для успешного сопротивления в католической церкви стали создавать движения вот такие, какими боялись являются сионские мадрецы. Тайные, секретные, строгая дисциплина, организованные лидеры, максимальная, ну, не то чтобы секретность, но и секретность тоже, и, главное, верность центру. Таким, может быть, самым известным движением стал Опуздей. Он есть и в современной России. Возник он в Испании во времена Франко. Франко был диктатор, римы-католик, но и с монархией, которую он якобы защищал от республиканцев, и с Римом у него были сложные отношения. Все-таки он был тоталитарный лидер. Поэтому король у него был на положении придворного шута. Папа Римский тоже. И он не любил Опуздей, Делы Божьи. Он не любил любой общественной самостоятельности диктатуры. Антисемитская диктатура не любит низовых антисемитов. Диктатура тоталитарная, она тотально хочет все контролировать. Ну, как Николай II. Он не любил монархистов. Он не любил союз Михаила Архангела. Потому что самодержавие не нуждается в том, чтобы какие-то купцы или дворянчики, они мои холопы и рабы, они меня защищают. Это унизительно. Я их отец. Вот такая у нас пропорция. То же самое относилось и к церкви того времени. У нас в России такие движения тоже появились. В 70-е годы в Италии эти движения возникали уже в такой ослабленной форме. Студенты объединялись. Известные движения коммунионы, либрационы. Ну, коммунионы, то есть общение и освобождение. Но имеется в виду, прежде всего, освобождение нравственное, освободение от суеверий атеистических. Есть в России. Они себя не афишируют. Как потому, что никогда не афишируют, так потому, что можно запросто из России вылететь. Тоже, знаете ли, своеобразная страна. Камера-то хранение, камера-хранение. Только у нас сейчас такое в этой камере-хранение хранится. В общем, едешь по дороге, только и слышишь. Камера на скорость, камера на разметку, камера на одобрение, камера на искренность и так далее. Это шутка. И в современной православной России, вообще в современной православной церкви тоже есть такие движения. Они строятся, ну, как православные братства. И говорят, вот в 16-17 веках были православные братства. Да, были. Но это было нечто совсем другое. Православные братства, прежде всего, во Львове, в той части Украины, той эпохи, которая была под Речью Посполитой, православные братства были созданы, потому что архиереи исчезли. Была заключена уния, епископы, которые все были богатыми землевладельцами и имели соответствующие интересы, входить в номенклатуру, в аппаратчики, в Сейм, они принимали союз с Римом, а рядовые православные отказывались. И вот тогда братства создавались, чтобы сохранить православную инфраструктуру. Если архиерея не выполняет своих обязанностей, переметнулся, то мы будем сами. И оказалось, что можно. У украинцев это прекрасно вышло. В России, начиная с 70-х годов, я знаю несколько таких движений, не буду показывать пальцем, но их есть, их недолюбливают те традиционные православные, которые не антисемит, не черносотенцы, не за демократию, не за либерализм, не за монархию. Хожу в храм, молюсь, плохо даже помню, как настоятелю зовут. Мне бы вот на исповедь, чтобы покаяться, что опять с мамой поругалась и сына поругала, вот, причаститься и утешиться, пусть Господь меня простит, и я постараюсь жить по-человечней. Вот. А что там кто-то про судьбу мира, про Византийскую империю, про каких-то удерживающих, катехонов, катехоминатов и прочих котов, это неправильно, это не для верующего православного. Но есть и вот боевые отряды, они строятся вот по тому же фалангийскому принципу. Строгая организация, не светится, лидер централизованной организации. И иногда такие организации, ну, в начале 90-х было такое окно свободы, некоторые из них по сей день насчитывают тысячу людей. Конечно, в той или иной степени они поддерживают отношения с руководством церковным, но именно в той или иной степени. А церковное руководство и не настаивает. Вдруг пригодится, как в русских народных сказках. Не стреляй в меня, Иванушка, я тебе еще, может, пригожусь. Ну, действительно, может, пригодится. Вот. Потому что полезно иметь несколько карт в руках. Вы знаете, такие люди, ну, у всех этих движений, я повторяю, есть одна общая черта – замкнутость. То есть, строгая идеология, строгие правила. Поэтому меня туда не примут. И вас, я думаю, тоже, но не думаю, что мы с вами будем сильно страдать по этому поводу. Вот если примут, мы сперва будем наслаждаться, а потом, я надеюсь, будем страдать. Потому что все-таки это душная обстановка. Это вам, конечно, дадут установку на всю жизнь, что делать и так далее, но это не по-людски. А что не по-людски, то и не по-божьи. Это как бы тоже старчество, но старчество стояло на свободе, старчество стояло на благодати. То старчество, которое великий святой Лев, святой Амброси, оптинские старцы. А теперь вот эти нынешние православные старчества, оно, в общем, мало чем отличается от франкистских религиозных движений. Это просто, ну, фюреры, все ли мы знаем, что фюреры означают всего-навсего лидеры, пастыри. Поэтому у современных немцев некоторые проблемы с переводом Библии, потому что там слово фюрера довольно часто встречается, в том числе в Евангелии. Оно для немцев уже немножечко пованивает. Ну, я думаю, разберутся. Ну, как у нас. Отец родной. Но это же про Сталина. Бога же я так не назову, я отца родного никогда бы так не назвал, потому что уже отравлено. Значит, это психология церкви, как некоторого корабля, который плывет по морю жизни. Кто хочет, карабкайтесь, остальных отпихиваем. Те, кто уличен в ереси, в недисциплинированности интеллектуальной, нравственной, сбрасываем за борт. Это их проблемы. Есть такая картина Поля Жирико, плод медуза, очень известное полотно, иллюстрирующая реальную историю начала 19 века, когда потонул корабль, и немногие уцелевшие носились на плоту несколько недель. Ну, как они себя вели, читайте, если кому-то хочется, триллера. И картина показывает вот это вот отчаяние людей, гибнущих среди океана, которые сейчас и людоедствуют и так далее. Но те отчаявшиеся, а ныне, в общем, удовлетворенные. Вот эти вот все пусть тонут, а мы плывем. Ну, да, мы кушаем друг друга, там не без этого, но мы спасенные. Вот она, церковь-остаток. Четкий критерий. В конце концов остается двое или трое, но и там Христа нет, а только бесконечное мерение. Кто более догматичен. Церковь-остаток. Как вы понимаете из этого описания, мне это глубоко чуждо, кажется нехристианским, псевдохристианским. Я уверен, что Бог с этими людьми присутствует в таинствах и помогает им отвечать на их молитвы, но тем не менее Бог хочет другой церкви. И церковь как тело Христово, церковь совсем другой. И это не остаток, а это сумма. И я не случайно подчеркивал элемент централизации. Он важный. Потому что кто центр церкви? Конечно, Бог. Конечно, Бог, Его Сын и Дух Божий. Один центр. Один Бог и один центр. И поэтому любая попытка выжить в этом мире как организации за счет каких-то административных механизмов, это нездоровый симптом. Это болезненный симптом. Это всегда высягательство на Дух Божий, который один имеет право, как сказано в Священном Писании, сказать вам, что говорить и что делать. Он вдохновляет, а не фюр. Церковь как сумма. Ну, здесь, конечно, кажется, что мы вступаем в царство неясного и неопределенного, как вырвался один замечательный эссеист Василий Васильевич Розанов, великий антисемит, человек, ну, в общем, психопатическая натура, несчастная, вот, но у него есть одна заслуга, за которую, я думаю, ему все грехи простятся. Во-первых, он все-таки стремился к Богу и какой-то опыт Бога у него был, меньше, чем у Толстого он был. Во-вторых, Розанов создал язык русской эссеистики, тот язык, который потом продолжал Бердяев, Шаламов, Домбрусский, в общем, это язык, ну, читайте, Розанова, вы сами все поймете, вы поймете, откуда растет современный русский язык. В этом смысле это великий писатель. Что он писал, отдельный вопрос, но как он писал, значительно важнее содержание. Бывает и такое. И вот мы подходим к вопросу. Значит, Розанов своим удивительным языком передавал ощущение мира как бесконечно подвижного, бесконечно зыбкого, да, но это зыбкость жизни, потому что, как известно, суха, мой друг, теория везде, древо жизни вечно зеленеет. Древо жизни вообще не дерево. Оно как зайчик, оно прыгает, скачет, как в Салмах сказано, горы прыгают при виде Бога. Мир с точки зрения физика или математики вообще просто комбинации каких-то величин. Но для верующего человека это действительно нечто стремительное, мощное, живое, даже там, где нет органической жизни. И у Розенова это чувство было. И когда я говорю церковь, это сумма, я говорю именно об этом, это сумма живого. Живого, да, человек выбирает крупицы зла, складывает их у себя, тщательно, пригодится, еще урана, еще урана, еще урана. Правда, я во тьме почему-то начинаю светиться, и почему-то здесь язва, и здесь язва, и мальчики кровавых глазах, я запасся. Церковь сумма человечности. И может быть здесь пригодится та метафора, которая в Евангелии. Церковь как сеть, рыбаки, которые тащат сеть. У Пушкина сети притащили мертвеца, у Господа Иисуса Христа сети апостольские, проповеднические, но тоже притащили мертвеца. Я же был мертвый до крещения. Я сейчас не так, что был сильно живой, но до крещения, ну точно. Зомби. Крещение – это смерть во Христе. Этой смертью во Христе выбивается смерть во зле, жизнь во зле. Но жизнь во зле – это смерть, а смерть во Христе – это жизнь. В чем разница? Если церковь как остаток – это замкнутость, это изоляция, это туннель, то церковь как сумма в Боге – это прямо противоположное, это размыкание, это бесконечное количество прирастаний. В конце концов, в чем смысл жизни? Смысл жизни в том, чтобы бесконечно возрастать. Но что значит возрастать? Репродуцироваться? Фи. Фи. Ну, тогда давайте планироваться. Или это, зачатие в пробирках, там говорят, можно прямо тридцать зародышей и все ты. Зачем мне это надо? Ни одного меня не знаешь, что делать. Как и в Боге, в человеке есть способность любить бесконечное количество живых существ, любить жизнь в любых ее проявлениях. Из этой любви Бог создал человека, чтобы он бесконечно продолжался в разных людях, в разных личностях. Это предназначение человека. общаться, любить. Общение это одна из форм любви. Мы слегка общение недоцениваем, это слово кажется, ну, таким, ну, что, сошлись, пообщались, вот, но на самом деле, а что такое любовь? Это общение, это высшая форма общения, для которой создан человек. Когда все, что во мне, это по-прежнему я, это возводится вкуп, потому что я сообщаюсь с другим, с тем, каков он. Мне это бесконечно интересно, важно и нужно. И нам нужен и третий. Вот она любовь. С каждым по-своему общаемся, как Бог с каждым общается по-своему, как нужно каждому. в чем лукавство паралюбодеяния, супружеские измены и прочее. Психологи отмечают, что, как правило, человек бросил жену, человек в украинском смысле бросил жену, взял новую, окружающие смотрят, да она же точно такая. Ага. Ага. То есть человек ищет новую жену, новую любимую женщину, но чтобы была такой же, но только вот как бы то был фальфстарт, начну сначала. Но любовь не то, не то. Она прощает именно потому, что ей нужен именно этот человек. Да, там вышло короткое замыкание, вышел ядерный взрыв, все мы в лохмоть их выходим, но любовь простит и спасет, как Господь спас меня. Спас со всеми струбьями. и немножечко с язвами. Это означает, что попытки представить себе вечную жизнь спасения как остаточное явление, вот все плохие туда, все хорошие сюда, они просто не понимают смысла любви и того, зачем Бог создавал людей. Если в раю действительно будет всего только 144 тысячи праведников, как в апокалипсисе, вот престол, на престоле барашек, огнец, и 144 праведника тысячи восхваляет ему песни. Но ведь это же аллегория, Иисус в конце концов не барашек, да, Сент-Эк-Жепири, прекрасно, все, нарисуй мне барашка, это все очень рьяный римокатолик, прекрасно, шарман, но все-таки это всего лишь образ, как 144 тысячи праведников, это всего-навсего 12 в квадрате, 12 колен израилевых, вот, 12 в квадрате, это полнота полнот, это древний еврейский, не только ближневосточный способ возвести нечто в степени, у них не было суффиксов у несчастных, у нас есть, вот, а они могли только сказать, что песнь песней, то есть самая лучшая песня, 12 в квадрате, 144, это значит полнота, полнота, это идея полноты, это вовсе не идея того, что вот избранники, и стоит вопрос, а как же слова спасителя, что идите от меня в огонь вечный, туда, где Микеланджелу был грешник, Рафаэль с проститутками гулял, Мусоровский бухал, Чайковский, ну это ладно, и так далее, ну послушайте, ну Бог нас разговаривает с нами на доступном нам языке, нам доступен язык угроз, он нам пригрозит, но это не его язык, это наш язык, ну мы для него как дети в песочнице, хуже, мы для него как взрослые в песочнице, а песочек-то ядерный, а песочек-то радиоактивный, и мы не просто колыпаемся в песочке, а мы соседей по песочнице зарыбаем, ну и они нас, соответственно, вот оно, единое человечество, единое в своем желании выжить за счет уничтожения другого, мы возвращаемся к вопросу об остатке, я остаток, я, а этот нехороший, он тебя не напоил, я не накормил, а я напоил, нашел, чем удивить создателя мира, поделился с нищим десятью рублями, молодец, возьми, возьми с полочки пирожок с гвоздями, люди, люди, порождение крокодилов, если вы несете в мастерскую компьютер, вам что нужно? Нужно, чтобы мастер восстановил вам компьютер, чтобы тот мог работать, чтобы ни одна единичка информации не пропала, иначе он будет плохо работать, неправильно будет работать, и тогда, так и с человечеством, если Бог не восстановит, не воскресит, не поднимет всех тех, кто опустился ниже Нижнего, Иуду, Гитлера, Кротова, это будет не рай? Ага, да, 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 ну ладно, я согласен пропустить вперед эту сладкую парочку, а сам посмотрю, как, нет, не пущу, Кажется, у Вадима Шефнера, ленинградского чудного писателя, еще во времен, когда Питер был Ленинградом, в 60-е годы, когда кибернетика только-только начинала простирать свои руки в жизнь человеческую, был милейший рассказ, который объяснял основы действия компьютеров. На стадион собирают студентов, рассаживают и им с трибуны кто-то, значит, говорит какую-то цифру, они должны сложить, передать дальше. То есть, они работают, как работает любая ЭВМ, производя вычисления и передавая дальше. но где-то посередине все-таки студенты. Один студент начинает с другой студенткой разговор разговаривать и в результате ошибается вычисление. И в конце получается маленькая грамматическая ошибка в результате. Этот студент и эта студентка, которые отвлеклись от задачи поставленной. «А не церковь?» «Ну да, ну церковь. Как в известном анекдоте, товарищ лейтенант Крокодилы летают. Ты чё?» «А товарищ полковник сказал, что летают». «Товарищ полковник?» «Да, летают. Но так низко-низко. Да, церковь. И я церковь. И вы церковь. И Агностик церковь. И Ницше церковь. Послушайте, великий инквизитор тоже церковь. Не тот, который Достоевский. Вот, понятно, что церковь реалистичная. Теркви Мага церковь. Лев Толстой уж даже и речи нет. Лев Толстой куда больше церковь, чем весь святейший правительствующий синод. Но это сумма. Это сумма общения. Да, с ошибками, с предательствами, с гибелью, с садизмом. В общем, смотрите перечень грехов. Не смотрите, не надо, а то вы еще какой-нибудь узнаете, как им никогда не грешили. Но поройте себя. Церковь это сумма всего позитивного, всего, что можно обозначить знаком. крестом. Крестик. А все, что нолик, это нолик. Нолик, он и есть нолик. Это ничто. В роли того ноля, который умножает сумму, без которой единица всего лишь единица, в роли такого ноля выступает сам Бог. А не наши грехи, вы не думайте. Не надо грешить, чтобы стать святым. Это старый дьявольский софизм, что согреши, покаясь, а? Мы же с тобой это умеем, да? Но я разучусь. Церковь сумма, потому что для общения необходимо всем. Если хотя бы один человек за столом грустит, ты плохой хозяин. Неужели Бог плохой хозяин? Нет. Нет. В романе Анна Карелина кто главный мерзавец, подонок, грешник, которого Бог должен был бы наказать, отомстить? Кто разорил жену, обокрал родных детей, предал доверие близких, матери и так далее? Это женя Анна Карелина. Анна Карелина все равно полюбила. Господи, полюбила. За что тут мстить? Освободила нелюбимого человека от своего присутствия. Да ей орден надо дать святой Анны. Ну, конечно, Стива Аблонский, он главный мерзавец. Зато что весь роман его доводит до такого падения, что в эпилоге уже даже собратья по правящему сословию от него дистанцируются. Ну, уж очень погано. И как насчет меня отмещения Азвоздам? И ему Бог не отомстит. Нет? Нет. Его беда не постигнет. Нет. Его пуля не заденет, умрет своей смертью довольный. А вы знаете, почему он величайший подлец? Потому что он по замыслу божьему великий, как бы это сказать, ну, как дядя Сандра из Чигема, герой романа Искандера. Он великий Тамада. Толстой описывает, как облонский. Он все время организует обеды, трапезы. Он священник, он мелхиседек. Он тот, кто призван объединять людей. Там съехались к нему Анна, Левин, Левин, и сидят, пока опоздал Стива. И вот он входит, молниеносно оценивает ситуацию, эту с этим, эту с этим, и все оживляются, каждому найден правильный контакт. И получается чудный ужин, ради которого все, собственно, и приехали, знают, что он имеет. Значит, это человек, который там, в раю, будет виночерпить, будет рассаживать, будет объединять. Он идеальный проводник, не в смысле Вергилии, по мертвецам, а через которого должны проходить токи любви. Его грех о том, что он эту способность переделал под себя, замкнул все на себе. Ну, так это и наш грех. Это суть греха. Короткое замыкание, грести под себя. И тот, кто потенциально величайший святой, становится величайшим грешником. А Бог его все-таки не уничтожает, потому что там сумма, и он в эту сумму войдет. Это не означает, что можно расслабиться. у нас первая мысль такая, и вторая такая, и третья такая, но мы тут должны стой, четвертая мысль направо, боже, прости мне грешно. Церковь это сумма, количество слагаемых не бесконечно, ведь человечество рождено для бесконечной, вечной жизни. Комбинации, рекомбинации, бесконечно в квадрате, бесконечность кубе, бесконечность возведенной в бесконечность. Ни один крутандик такого себе не представит, а нам это просто, это наша жизнь. Так что предметом истории церкви в этом смысле является все человечество, ну бывает же такое. Вот, другое дело, а где оно, человечество? Нету человечества там, где нету человечности. Мы описываем сумму, мы не описываем, мы не считаем истории церкви там, где ложь, там, где ханжество, фарисейство, это все мрак. Но так устроен мир, что мы не можем описать свет, не описывая мрака. Поэтому история церкви, да, это история бесконечных страданий, обманов, подвигов, веры, это история развития. И это довольно странная история. почему? Потому что напрочь отсутствует кумулятивный эффект, то есть эффект накопления. Вы понимаете, мы до сих пор привыкли к тому, что иногда называют историей вигов, или викторианская история, кверев прогресс, что история это такое огромное строительство, процесс, на самом деле виги тут лишь отчасти, потому что и в Библии есть эта идея, что история это не разрозненные какие-то эпизоды, а у нее есть смысл возвращения к Богу. И происходит накопление мудрости, знаний, опыта, святости. Ну, накапливается, да. Но тем не менее ребенок, который умер в очереди матери от болезни, у него есть история, он входит в историю церкви, он часть этой суммы. И человек не должен жертвовать собой ради будущих поколений. Ради бабы Мани можно пожертвовать, вот она идет по улице, вот, а ради чего-то через сто лет нет, нет, потому что общение, оно вот так строится, и мы не можем ничего отложить на будущее. Нет, не консервируется, материально да, но все равно сгниет. Не надо быть с купердяями, которые не надо прежде всего насиловать других людей под предлогом, что это хорошо для будущего, даже себя не надо. Это эстенциализм, живи сегодня, будь с Богом сегодня, пожалуйста. Значит, это история, у которой есть такое свойство, ну, как у голограмм, изоморжность, ну, по-разному можно назвать. каждый день тысячелетняя история человечества равен целому. Да, вот вы один день прожили, вы уже прожили всю всемирную историю, вы есть всемирная история, всемирная история церкви, вы, но и я, и каждый. И вот это свойство истории делает ее очень и очень сложной и очень и очень человечной. ну, и, наконец, есть еще одна. Собственная история появляется там, где я делаю чужую жизнь частью своей истории, когда я объединяюсь. Поэтому история, скажем, ну, преподобного Сергия Ратнишского, это не совсем история, это биография. Человек, ну, по хоме серб, написавший «Житие преподобного», он не историк, он просопограф, просопон, личность, лицо, или биограф, как сейчас говорят, просопон, это уже просопография, это только у специалистов термин. У Геродота есть биография? Да. У Геродота есть цельность, ради которой все упоминаются, и это цельность свобода, отпор злу. Так и история церкви. Да, это история суммы, сумма чего? Там, где люди объединяются. Ведь общение это не просто эмоциональный, выживательный процесс, общение это во имя какой-то цели. И поэтому кто-то, может быть, умер молодым, но он больше истории церкви, чем почтенный старец, который всю жизнь просадил на суеверие. Запросто. Теперь, когда я сам уже старый вилле, я это говорю уверенно. Ой, теперь, когда я знаю, из какого сора растут старики, не показывайте меня длиннобородок в белобородок, а постригите нас, и вам станет противно. Вот такова история церкви. Наверное, на следующий раз я попробую уже как-то перейти вплотную, а то меня обвиняют в том, что я, значит, очень размазываю. Но мне это доставляет удовольствие размышлять. Надеюсь, что и вам тоже. Это был Яков Крутов, Москва. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова